Поиск стал делом их жизни, делом важным и нужным. Вахта памяти существует много лет. Поколения молодых людей, сменяя друг друга, занимаются по-настоящему святым делом. Они возвращают из небытия имена и фамилии погибших героев Великой Отечественной войны. По традиции, севастопольская вахта памяти начинается у вечного огня, перед мемориалом Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Здесь собрались поисковые отряды нашего города. На торжественной церемонии открытия присутствуют почётные гости – ветераны, представители городской власти и общественники. Они благодарят поисковиков за их важную и нелёгкую работу. «Вахта памяти – это, наверное, одно из самых важнейших и значимых событий в истории, в военно-патриотическом воспитании. Вахта памяти – это событие, которое, наверное, передаёт из поколения в поколение историю. В вахте принимают участие не только взрослые люди, но и молодёжь, которые как раз видят эту историю, понимают её, и это очень значимо». «Поисковая организация «Долг», которая осуществляет поисковые работы в Севастополе, известна более 25 лет своим непрерывным и, не побоюсь сказать, тяжким трудом. К сожалению, так сложилось, что в городе Героя Севастополя очень много погибших. Боевые действия, которые здесь происходили в 1942-1944 годах, нанесли непоправимый ущерб нашей Родине». На торжественном открытии вахты памяти поисковиков наградили памятными нагрудными знаками за их нелёгкий труд. В этом году отряды будут работать в районе Микензевых гор. Там ежегодно поднимают бойцов, отдавших жизни за Севастополь. В этой местности работы ведутся много лет и закончатся, скорее всего, не скоро, говорит председатель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко. Вскоре к нашим поисковикам присоединятся товарищи из других регионов России. Начиная с 2000 года, в Севастополе они подняли и захоронили больше 4000 солдат. «К нам в этом году приезжает Татарстан, Москва. Ямал ещё думает, доберутся сейчас или приедут в июне. Но вахта памяти будет продолжаться, и мы встретимся с очень многими нашими друзьями из других регионов России. А сегодня вот здесь и взрослые ребята, и кадеты, и военно-морской флот, потому что у нас заключены соглашения о сотрудничестве с многими воинскими частями. Поэтому сегодня мы все вместе». Уже три года выходят в поле воспитанники Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища. Отряд «Гардемарины» в этом году завоевал первое место во всероссийском конкурсе поисковых проектов «Отечество». Ребята не останавливаются на достигнутом. «Очень большая гордость чувствуется, потому что ты отдаёшь память тем, кого ты рассказываешь. То есть ты не забыл про них, ты их ищешь, чтобы потом увековечить, пускай даже братская могила, но они будут похоронены». Работа поисковика непроста. Тяжело и морально, и физически, признаётся командир отряда «Звезда» Валерий Хмель. Нужно часами обследовать землю, порой буквально нашпигованную боеприпасами и оружием, чтобы отдать дань памяти защитникам Родины и вернуть безымянным героям их имена. К сожалению, это не всегда удаётся. «Довольно-таки редко мы находим медальоны или какие-то вещи, на которых есть надписи о том человеке, кому они принадлежат. Хотелось бы, чтобы это было чаще. Просто редко. Где-то получается, порядка 10% выходит вот так». В работах по поиску бойцов принимают участие и юные поисковики. Они говорят, что чувствуют гордость за подвиг советских солдат и считают своим долгом отыскать всех безымянных, потерянных бойцов. «Мы занимаемся первый год в поисковом отряде «Память». Мы чувствуем долг. Мы должны это сделать. Мы должны всегда помнить тех солдат, которые не смогли вернуться». Завершится вахта памяти торжественным захоронением останков найденных воинов на мемориальном кладбище в посёлке Дергачи. Последние почести людям, погибшим за Севастополь, отдадут 4 мая. За год поисковики подняли более 100 бойцов. Они уверены, что за две недели предстоящих работ это число значительно увеличится. Марина Иванова, Юрий Риутин, Севинформбюро.